С понедельника алкоголь в Югре после 20.00 будет не купить. Сам документ принят уже давно, а вот теперь продажа алкоголя в округе будет снова ограничена по времени. Напомним, федеральным законодательством установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции на всей территории России с 23 до 8 часов по местному времени. Однако в Югре депутаты пошли еще дальше. У нас с нового года алкоголь продают до 9 вечера, а теперь и вовсе до 20.00. В головном офисе РН Юганс Нефтегаз, расположенном по адресу улица Ленина, 26, произошел пожар. В четверг в полчетвертого вечера на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в подвальном помещении девятиэтажки. Такова легенда учений, которые проходили в организации. По легенде, произошло короткое замыкание электропроводки. В результате сильного задымления сработала пожарная сигнализация. Охрана тут же вызвала пожарных, людей начали эвакуировать. Все 370 сотрудников компании покинули офисные здания за три минуты. Тем временем на место прибыли пожарные подразделения. Как выяснилось, в подвале оставался еще один человек. Он был отрезан огнем от выхода. Пожарные приступили к лепедации очага возгорания и спасению пострадавшего. Согласно учениям, молодой человек должен был находиться в тяжелом состоянии. Однако помещение он решил покинуть самостоятельно. На выходе медик тут же проверил пульс и измерил давление. А если бы действительно он был бы сильно пострадавший, то есть его вывезли на носилках бы, в первую очередь это подача увлажненного кислорода, это в первую очередь, когда человек задыхается угарным газом. И плюс подключается система. Система с физиологическим раствором натрия хлорида и сразу такой пациент увозится в стационар. К счастью, герою этой легенды повезло. Электрик Сергей Петухов признался, сегодня он хоть и был пострадавшим по наружку, представить такое в реальности страшно. Начинаешь вспоминать не только Бога, но и все лекции по технике безопасности. Не паниковать, читать инструкции, которые висят на стенах в любой организации, как бы, и действовать правилам пожарной безопасности. При эвакуации, также каких-то других ситуаций. Подобные тренировки в Юганскнефтегазе проводят регулярно два раза в год. При этом охватить учениями стараются все офисные здания, особенно с массовым пребыванием людей. И с каждым разом, как пожарные, так и нефтяники стараются совершенствовать свои действия и навыки. Цель этих тренировок – выработка единых требований и, как бы, слаженных действий при эвакуации, соответственно, взаимодействия со службами МЧС России при тушении пожаров и ликвидации последствий. Учебный пожар ликвидировали за 10 минут. В тушении и спасении человека были задействованы три автомобиля Федеральной противопожарной службы и один филиала Сибирь ООО «РН Пожарная безопасность». Между тем, как отметил заместитель начальника 6-го отряда Федеральной противопожарной службы, в случае реального возгорания в высотных зданиях с большой численностью людей у них всегда на готове дополнительная техника и личный состав. При возгорании в данном здании у нас в гарнизоне определен повышенный ранг пожара, там количество автомобилей увеличивается до 9. Подводя итоги учений, можно сделать вывод, что обслуживающий персонал РН «Юганс-Нефтегаз» и пожарные подразделения сработали на высший балл. Удовлетворительно. У нас есть город-побратим, из них только один мне ответил, что это город Анкум. Когда же я им задал, не задал вопрос, а попросил у них какую-нибудь грамоту, почем-то там нефтяник, почетный нефтьюганец или что-то подобное, везем для мэра города Анкум и его жены. Ростелеком передал сувенирную атрибутику, там бейсболочки, футболочки, там даже девички, магнитики. Также ООО «Бета» передала атрибутику. Ну и ваш телеканал предоставляет диск об истории города Нефтьюганского. Сегодня в Нефтьюганске стартовал первый мотопробег «Галопом» по Европе. Местные байкеры Евгений Пуля-Стародобцев, Дмитрий Батсунов и Илона Денщикова собираются пройти 21 страну Евросоюза за месяц. О длительном и непростом путешествии команда единомышленников задумалась еще год назад. Тогда и начали копить деньги, собрали 120 тысяч на один транспорт. В планах за сутки преодолевать расстояние до полутора тысяч километров. 3 июля они уже будут в Германии, где соберутся все любители мотоциклов «Хонда Голд Винд». Технику нам помогала готовить ООО «Универсал Плюс». То есть все, что нужно промазать, они промазали, все, что нужно заменить, они заменили. Помогают в нашей поездке ООО «Бета», систему безопасности. Они нам предоставили оборудование для видеосъемки, для фотосъемки. Также сувенирную атрибутику, чтобы по дороге раздавать, дарить. Также сотрудничаем с Ростелекомом. Будем тестировать роуминг Ростелекома по пути следования, как работает. 124,5 миллиона рублей недоплатили нефтьюганцам налоговую службу. Об этом сегодня шла речь на пресс-конференции с начальником межрегиональной инспекции. Как рассказала Ирина Чейкина, узнать о наличии или отсутствии долга по налоговым платежам теперь можно на официальном сайте с помощью одноименного электронного сервиса. Тем, кто не успеет перечислить необходимые суммы в счет налоговой, будут начисляться пени. А в случае дальнейшей неуплаты, как заверяют специалисты, будут приняты особо жесткие меры. Блокирование счетов в банках, судебное разбирательство и арест имущества. Срок уплаты этих имущественных налогов до 1 ноября. У нас на здании висит вот такой вот баннер. В общем, собственно, мы всем громко говорим о том, что срок уплаты НДФЛ до 15 июля, а все остальные налоги физических лиц до 1 ноября. Маневренного фонда больше нет. Все квартиры, которые были предусмотрены для временного проживания нефтьюганца в случае ЧП, заселены. Последними ключи от муниципальных квартир получили погорельцы 48-го дома в СУ-905. За два года в городе сгорели порядка 10 домов. Жители пострадавших квартир были переселены в маневренный фонд. Несмотря на то, что по закону на решение квартирного вопроса погорельцам давалось полгода, никто из них до сих пор не освободил муниципальные квадратные метры. А на улицу выгонять семьи с детьми никто не собирается. При этом и новых квартир нефтьюганск не приобрел. Хотя деньги из округа на покупку такого жилья есть. Дело в том, что югорская казна выделяет средства, равные порядка 47 тысячам за квадрат. И местные застройщики не хотят идти на уступки администрации и продавать жилье по такой стоимости. Из-за всех этих обстоятельств сегодня город оказался в такой ситуации, что маневренное жилье просто закончилось. И теперь в случае пожара или другого стихийного бедствия пострадавших временно переселят. Но уже в ближайший детский сад. Для этого в нефтьюганске все предусмотрено. Пожар не дает права на получение квартиры. За последние пять лет в нефтьюганске были признаны аварийными почти 80 жилых домов. Больше 30 из них уже снесены. Остальные жители ждут своей очереди. Несмотря на ЧП, такие как пожар или другие стихийные бедствия, получать новые квартиры горожане будут в таком же порядке, в котором они становились в очередь. Пострадавших же переселят во временное жилье. Подробнее об этом мы и поговорили с первым заместителем главы администрации города Сергеем Севковым. 131-й федеральный закон обязан муниципалитет приобретать и содержать маневренный фонд на случай чрезвычайных ситуаций, таких как бытовые пожары, такие как стихийные бедствия, для того, чтобы жители, попавшие в трудную жизненную ситуацию ввиду данных ЧС, могли временно размещаться и жить. На сегодняшний момент в городе Нефтьюганске мы использовали весь свой запас маневренного фонда. Вот расселили последнего жителя пострадавшего дома, 1905-48. На сегодняшний день квартир нет у маневренного фонда. И у нас сейчас в плане стоит приобретение данных квартир, для того, чтобы мы были готовы к, не дай бог, чрезвычайным ситуациям, чтобы не селить людей в детские сады и в школы. Потому что, как правило, данная беда случается в ночное время, в утреннее время, когда люди просто морально, материально не могут себе определить, куда-то уйти. И надо какое-то время для того, чтобы пережить эту ситуацию, осознать и принять адекватные меры или самому где-то размещаться у родственников, у друзей, именно осознать то, как быть с документами какое-то временное пристанище. На сегодняшний день после двух пожаров по 666 и 1905-48 мы весь свой резерв в маневренном фонде использовали. Потому что с 2007 года у нас сгорело больше 10 домов, и люди до сих пор там живут. Потому что они до сих пор самостоятельно не улучшили жилищные условия, а по программе переселения из ветхого аварийного жилья у нас есть порядковые номера. Именно по дате признания домов аварийным мы в этом порядке очередности и расселяем дома. И независимо от того, сгорел этот дом в 2007-2008-2009 году, он не будет расселён впереди тех домов, которые признаны аварийными. Потому что люди не виноваты, которые живут в аварийном жилье и поддерживают его собственными силами в нормальном состоянии, что чей-то дом, который стоял по очереди аварийным, дальше их будет переселён заранее. Потому что мы также будем провоцировать людей на данные акции, которые могут привести к поджогу домов. Я считаю, что это неправильно. И как бы люди не переживали по этому поводу, потому что у нас был такой не совсем лицеприятный диалог с жителями СУ-9548, то чаще, что они говорят, что мы обязаны их переселить в новое жильё, потому что дом аварийный. Дом аварийный, в списке там стоит 12, у нас ещё впереди 10 домов, которые надо расселять. И они будут расселены по именно дате признания домов аварийными. Потому что люди по данному регламенту обязаны получить жилье раньше. И данный процесс, я думаю, что пойдёт более быстрее и качественнее только после того, как мы начнём вводить большее количество жилья, чем на прошлый год, 32, а на этот год, 37. Потому что у нас физически нет жилого фонда для того, чтобы... Хотя округ обеспечивает нам денежными средствами по округу жилья, но на сегодняшний день мы проводим конкурс. Нету заявителей по продаже нам этого жилья. И люди будут жить в манере на фонде до того времени, пока мы не сможем муниципальных квартир обеспечить квадратными метрами, а собственники будут именно переселяться квадрат на квадрат и плюс доплата превышающей нормы проживания. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Я хочу людей ещё как бы сподвигнуть на то, что более бережно, более внимательно относиться именно в аварийных жилых фондах в части внимания к посторонним людям нахождения в данных жилых помещениях, в их домах. Именно какие-то люди посторонние, там не совсем, будем говорить, люди, ведущие нормальный образ жизни, асоциальный. Именно информировать по этому вопросу, как ДЖКХ, как единую диспетчерку службы, так и милицию в части. Для того, чтобы сохранить своё жилое помещение и для того, чтобы в случае пожара не проживать это где-то у нас или в детском саду, или в школе. Потому что на сегодняшний день манерный фонд исчерпал свои возможности, он просто закончился. Последний сгоревший дом номер 48 в Су-905 будет снесён сразу после того, как все жильцы подпишут договоры на временное проживание в маневренном фонде. Это стало возможным только потому, что все квартиры в деревяшке в собственности у муниципалитета. Но это совсем не значит, что жители сразу получат новые квартиры. Им выдадут ключи в порядке общей очереди. Дом стоит под снос 12-м, поэтому пока муниципалитет не выкупит квартиры у застройщиков для тех, чьи многоквартирники признали аварийными раньше, жить погорельцы будут в маневренном фонде. Сложнее дела обстоят с деревяшками, в которых есть собственники. Собственник сам вправе распоряжаться своим имуществом. В каком бы оно состоянии ни было, это его право. Или его нам передать надо будет по цене выкупа, по оценочной цене. Но мы понимаем, что оценка данного жилья будет в соответствии с тем, какое он состояние сейчас имеет. И люди, которые у нас есть такая ситуация по 62-м, где люди имели собственность. Ее на сегодняшний день потеряли полностью. И она имеет сейчас стоимость, ну будем говорить, приближающую к нулю. И потом при расселении этого дома в части для его ликвидации, их оценочная стоимость и их жилья будут почти набиваясь. Соответственно, им придется по предложению администрации выкупать по полной стоимости квартир, которые будут предлагаться. Но таков закон, и пока других решений в случае ЧП регулирующими документами не предусмотрено. Да и не только при чрезвычайных происшествиях. Снести аварийный дом даже с одной приватизированной квартирой администрация не может. Пока собственник не согласится на условия, которые предлагает округ. А они многим кажутся невыгодными. Сегодня, согласно региональной целевой программы, хозяевам квадратных метров предлагают выплату выкупной цены. А она из-за состояния многоквартирников намного ниже рыночной. Тем не менее, выход из сложившейся ситуации есть. Нужно строить больше жилья. Уже сейчас ясно, что в следующем году в 17-м микрорайоне должны появиться больше 1700 квартир. Застройщик на площадке уже забивает сваи. Каждую третью из них выкупит муниципалитет. Договоренность об этом тоже уже есть. Часть из новых квадратных метров предназначена под Суцнайм. Остальные останутся в резерве для маневренного фонда. Вопросы со сносом жилья остро стоят не только в Нефтьюганске и России. Настойчивый фермер из восточно-китайской провинции стал интернет-сенсацией. Лао Багень – владелец дома, который одиноко стоит посреди новой автострады. Почему так получилось, смотрите в рубрике «Другие новости». Следующие две минуты представляет салон магазина «Оптика». Здесь вам помогут подобрать очки и контактные линзы и смогут установить солнцезащитные очки и линзы с диоптриями. Остальная тысяча жителей деревни Сяньджань уехала отсюда еще 4 года назад, чтобы освободить место для строительства дороги. Однако 67-летний Лао и его жена отказались это сделать. Говорят, 260 тысяч юаней – 41 700 долларов, которые предложили им власти в качестве компенсации – это слишком мало. Что я могу сделать? Я здесь родился. Так пусть правительство здесь же меня и закопает. Я не сдвинусь с места, пока они предлагают мне всего 260 тысяч юаней. Как я могу построить другой такой же дом всего на 260 тысяч юаней? Дом Лу – это лишь половина того дома, который был здесь раньше. Вторая часть строения принадлежала его брату. Тот согласился переехать и ее снесли. Одиноко торчащие жилые постройки посреди очищенных территорий явление в Китае нередкое и даже имеет свое название. Такие упрямые дома, чьи владельцы наотрез отказываются выезжать, называют гвоздями. Впрочем, конец у них у всех, как правило, один. Рано или поздно, с согласия владельца или без него, их все равно сносят. Впрочем, Лу не считает свой дом гвоздем. Говорит, проблема не в том, что он не хочет переезжать, а в том, что хочет честной компенсации. Это не дом-гвоздь. Как это можно называть домом-гвоздем? Все, чего я хочу, чтобы правительство построило мне такой же дом. Я не хочу их денег. Строительство автотрассы закончили недавно. Для общего пользования ее еще не открыли. Но жители соседних деревень, проезжая мимо дома Лу, останавливаются посмотреть. Это здание стоит посредине дороги, и это опасно. Так что, я думаю, его нужно снести. Однако при этом они должны выдать нормальную компенсацию, чтобы он смог построить себе новый дом. Властям необходимо быть более разумными. Им нужно считаться с интересами людей. В Китае почти вся земля принадлежит государству. Ради строительства новых инфраструктурных объектов людей часто выселяют целыми кварталами и деревнями. При этом, как сообщают жертвы таких выселений, размер компенсации редко бывает адекватным. А иногда их не выплачивают вобще. Случай с фермером Лу протекает еще достаточно мирно. В этой стране известно и множество других случаев, когда под покровительством властей бригады по сносу объединяются с местными бандитами и берут дома жителей штурмом. На этой фотографии житель провинции Ухани и его самодельная ракетная установка, с помощью которой он защищал свою собственность от застройщиков. В 2010 году трое жителей провинции Цзяньси в знак протеста против принудительного сноса их дома совершили самосожжение. Один из них скончался, а в результате их дом все равно снесли. Принять в окончательном чтении. Депутаты окружной думы собрались на очередном заседании и приняли несколько законов, регламентирующих деятельности инвестиционного фонда, участие населения в охране общественного порядка и проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Также был утвержден закон об образовании и внесены поправки в закон о мерах соцподдержки отдельных категорий граждан. В работе заседания принял участие и глава нефтьюганск Виталий Бурчевский. Анжела Галеева подробнее. В повестке дня 24-го заседания Думы округа значилось 24 вопроса. В принятии многих решений депутаты были солидарны практически по всем пунктам, голосовали единогласно. Так, для Югры были приняты ряд ключевых решений, как, например, продление договора о сотрудничестве между Тюменской областью, Хантамансийскими и Ямало-Ненецкими округами до 2020 года. Впервые договор о сотрудничестве был подписан в июле 2004-го. Главная задача, которую пытаются решить руководители трех субъектов-участников, это улучшение качества жизни населения. Речь идет не об объединении регионов, а о взаимовыгодном сотрудничестве. Продление договора позволит продолжить реализацию мероприятий, направленных на поддержку граждан пенсионного возраста, проработавших в автономном округе и переехавших для постоянного проживания в Тюменскую область, оказание гражданам специализированной медицинской помощи, развитие транспортных коридоров и повышение качества транспортного обслуживания населения. Список дополняют мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций с учетом взаимных интересов. Депутаты отметили, что реализуется программа сотрудничества не идеально, есть проблемы, например, в части строительства социально значимых объектов. Порядка 8 миллиардов средств остались неосвоенными, но это не касается Нефтьюганска. Документ, который подписан, продление программы сотрудничества, очень важный, в частности для Нефтьюганска, потому что в Нефтьюганске реализуется строительство объектов в рамках этой программы. Это профессионально-техническое училище, это дом для пожилых людей. Также будет предусмотрено еще несколько объектов в рамках этой программы. Так запланировано строительство хозяйственного блока на территории детского дома «Святозар», обустройство Центра технических видов спорта и возведение еще одного детского сада. Как отметил Виталий Бурчевский, продление договора вселяет уверенность, что намеченные цели реализуются. Этот договор позволяет нормально существовать и на принципах равных партнеров работать с тем тремом субъектом Федерации в течение ближайших пяти лет. Еще один закон, принятый в окончательном чтении – создание инвестиционного фонда. Теперь предприятия, которые занимаются возведением объектов капитального строительства, смогут рассчитывать на финансовую поддержку из бюджета Югры. Данный инвестиционный фонд предусматривает наполнение части бюджетных средств Югры и инвесторов, для того, чтобы обеспечивать строительство объектов, инфраструктуры различных в рамках государственного частного партнерства. Депутаты также обсудили проект закона об организации проведения капремонта многоквартирных домов. В Югре будет создан специализированный фонд, за счет которого и будут ремонтироваться многоэтажки. Собственники до конца года должны определиться со способом его формирования, а с нового года уже вносить ежемесячные платежи. Размер сумм еще не определен, но в правительстве Югры уверяют, что сильно бить по карману жителей многоквартирников это не будет. Поручение президента, которое гласит, что совокупный платеж за жилищно-коммунальные услуги должен превышать 6%. И исходя из этого будет приниматься решение об установлении минимального платежа за капитальный ремонт. Индивидуальный счет каждого дома будет софинансироваться округом. Законом оговаривается создание окружной программы на 30 лет с перечнем всех домов. Вот только ее участниками не смогут быть жильцы аварийных домов, подлежащих сносу. В этой же программе будет указан перечень необходимых работ. Председатели ТСЖ и управляющих компаний, обслуживающих многоэтажки, должны до 1 сентября предоставить всю информацию в муниципалитет. Не секрет, что жилой фонд муниципалитет так стареет, его необходимо ремонтировать. На сегодняшний день ремонт осуществляется только в рамках программы «Наш дом». А данный закон уже открывает широкие возможности для всех муниципалитетов. В свою очередь, органы местного самоуправления до 1 октября должны предоставить все данные в округ. Департамент УЖКК «Энергетики» Югре дается месяц, чтобы разработать проект программы. Не позднее 15 ноября программа должна быть утверждена правительством округа. Все расчеты стоимости ежемесячных платежей будут проведены как раз к этой дате. Принятие закона подразумевает и участие в капремонте домов федеральных властей. То есть накопительный фонд будет пополняться не только из окружной казны. На сегодняшний день речь идет о сумме 690 миллионов рублей. В России еще, за исключением прямого бюджетного финансирования, нет ни в одном субъекте федерации, вот этот фонд не действует. Во-первых, мы должны понимать, что если мы этот закон не принимаем, деньги с федерацией мы первые не получим. То есть Кантамасийский округ просто вот тогда за счет своих денег и за счет денег собственников должны делать. В результате обсуждения депутаты хоть и делали замечание, что проект недоработан, приняли его в окончательном чтении. Решение принято. На охрану общественного порядка всем городом. Нефтьюганск признан лучшим муниципалитетом в округе по созданию условий для работы добровольных формирований. Об этом говорили накануне на очередном окружном семинаре в Сургуте. На совещании присутствовала и наша съемочная группа. 364 добровольных формирования уже создано в округе для поддержания общественного порядка. В общей сложности на помощь полицейским регулярно выходит около 34,5 тысяч югорчан. Как отметили на семинаре, необходимость создания таких дружин возникла после реформы в правоохранительных органах, когда штатная численность сотрудников сильно сократилась. У нас на сегодняшний день включается снижение как подростковой преступности на 20%, уличной на 8% и рецидивной преступности также на 8%. При активных участиях раскрыто более 95 преступлений. Участие добровольных народных дружин в охране общественного порядка не предполагает выплаты регулярной зарплаты. Однако представители казачества Нижневартовска подняли на семинаре этот вопрос. По ДНД власти к нам не приходят. Если ДТО мы были нужны, они пришли, мы работаем с ДТО. Так же мы безвозмездно с нами, то есть за свой счет. Нефтьюганское казачество существует почти 20 лет. И местные общественники просто не понимают, как можно брать деньги за добровольную охрану родного города. Другое дело, что за особые заслуги перед муниципалитетом в индивидуальном порядке нужно поощрять. Те казачьи общества, которые раньше на протяжении последних 10-15 лет финансировались из бюджета администрации или из других бюджетов, все они распались, потому что люди были там не за идею. У нас в городе нефтьюганское, мы за идею ходим. Поэтому от дружинников народным надо финансирование, надо стимулирование. В нефтьюганске совместно с полицейскими регулярно выходят в рейды около 500 добровольцев. Это один из лучших показателей в округе. Кроме того, специалисты муниципалитета практически первыми в югре стали привлекать к охране общественного порядка родительские патрули. Сейчас папа и мамы занимают половину от всего численного состава ДНД. Результат есть. Это статистика участия членов ДНД в выявлении административных правонарушений. И уголовных она понемножку, но растет. То есть мы по 2012 году имеем больше 650 административных правонарушений, выявленных непосредственно при участии членов ДНД. В создание условий для деятельности добровольных формирований входит обеспечение дружинников удостоверениями, нагрудными знаками, жилетками, фонариками и канцелярскими принадлежностями. Средства на это выделяет муниципалитет, а также округ, предоставляя гранты за победу в межрегиональных конкурсах. По традиции семинар проводится на территории победителей ежегодного окружного конкурса по созданию условий для деятельности добровольных формирований. Два года подряд лучшим в округе становился Сургут. Однако по итогам 2012 года грантом губернатора удостоили Нефтьюганск. Поэтому следующая встреча общественников произойдет именно в этом муниципалитете. На что потратят сумму в 275 тысяч рублей, которые заслуженно достались за победы в конкурсе, нефтьюганские общественники пока не знают. Решение примут после согласования со всеми добровольными формированиями муниципалитета. Уверены в одном, каждая копейка пойдет только на улучшение условий для обеспечения охраны общественного порядка. На этом все. Узнавайте о событиях города на канале Юганск и в наших группах в социальных сетях. Берегите себя и свое имущество. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...